Мы бедузы, мы бедузы, я павел, пампус и каникулы! Точнее, вот такой вот с бананчиками, бих-банана. Это вот такие вот шортики крутецкие, они такие клёвые. Я видела. Например, говорит, что она уже привык видеть этих людей. Ну, такое, знаешь, ощущение безопасности. Всё, это есть, это есть, это есть. Вот эта люка тут не видела даже по таких словах. Ему всё не встретили. Мы с Меричем Стромова встретили парочку, которые каждый день здесь любят стоять и немножечко прибухивать. У них свидание здесь. Дамир я также рассказал о интересных камерных рыбках. А ещё я рассказывала о том, что здесь загрызли собаки, девочку. Бездомные собаки. А ещё собака, у которой есть хозяин, она напала на мальчика, погрызла на лицо, там накладывали швы. Вот, это петбул. Я их боюсь, этих петбулей собак, уличных, больших собак, доберманов. И вот эта парочка, которая любит здесь торчать, у меня такое ощущение, что у них будет чётко такое чувство доживёт, потому что они каждый день видят нас, и мы каждый день видим их. Потому что если у нас здесь доживёт, скорее всего, не в то же. Как все так. Итак, мы наблюдали, что есть надежный камень, как встали в окружении. У нас здесь есть камень, и они поставили много лет назад, а если вы маленькие, тогда нам лучше обваливать. Мы можем наблюдать камеры, которые сидят относительно, чтобы они обладали правила. Тут мы живём в районе, мы видим спектакля, и они равные чуди. Мы всегда можем видеть красивые трубы. Тебе не заплатят. Всем привет! Тебе, конечно, сегодня подрабатывает гидом, а мы снова вышли по мне титры. А что вчера было? Вчера были бродячие собаки, поэтому нам снова пришло стекать. То придурки со своими злобными собаками без поводков и намордников с одним окшайником, то бродячие собаки. Да, бродячие собаки тут на телефон обросились на девочку. А на мальчика набрасывалась к зайцевой собакой. Вот, бродячие собаки. Здравствуйте. Не так давно полиция Бельгия народовала улику, которая может стать ключом к разгадке. Ой, это собака. Здоров, я надеюсь, вы все круто спразднули новый год, а самое главное вкусно в планете. Ну что я знаю, одну семью, которая совсем не получит. Так, смотрим наши покупки. Здесь будут покупки из Экспресси и из магазина Дилан. А ещё у нас возле дома открывается Красное Дело. И скоро закроется амбар, возможно там будет пятёрочка. Вот такой частин... Амбар, кстати, я очень расстраиваюсь, что он может закрыться, потому что мне он очень нравится, очень радовалось. Когда где-то пару лет тому назад он открылся у нас недалеко от дома. И я там очень была рада. Там были очень чистые, свежие фрукты, овощи, хорошие товары недорогие, кулинария и так далее. Боже, живота белизна, зачем он это... В общем, я вспоминаю то, как он открылся, у меня были очень приятные эмоции. До этого там на этом месте был такой вот рынок под крышей, скажем так, открытый рынок такой, да, и магазин с канцтоварами в этом месте. Потом эта вся история закрылась. И открылся, господи, открылся этот самый амбар. Там, конечно, бывают моменты, что товары какие-то... Ну, там, не пропечёная картошка мне как-то попалась, да, неоднократно. Они неоднократно попадались, не очень свежие, такие всё в мошкале, фрукты, овощи. Но изначально, когда они открывались, конечно, такого не было. Ну, и как бы, в основном, всё равно заходим, вот, что-то берём, что-то не берём, по-разному было. Чампуни у них дорогие, я чаще пикс-прайс хожу или беру на Валдберрисе. Но всё ж таки, всё ж таки... Всё ж таки... В Чудо Дей давно не захожу, потому что стала заказывать всю косметику на Валдберрисе, а всё остальное гораздо дешевле в обычных магазинах. Купить, чем то, что мы покупали в Чудо Дей. Там, эти же какие-то носки банально, самые обычные носки, там были такие прикольные, но 300 рублей дороже, чем в обычных магазинах. Ну, как бы, ну, и смысл. Да, вроде ерунда, но смысл, но я переплачиваю. В общем, такое. Я буду очень обрастить за амбаром, буду очень печалиться. Я бы не хотела, чтобы его закрывали. Ну, красно-белое, я пока не знаю, радоваться или нет, потому что это всё-таки алкомаркет. Возможно, было бы лучше, если бы это был какой-то просто супермаркет. Я пока не знаю, понравится он мне или не понравится. Итак, частин березная вот такая. Мастер-сет для кухни. Здесь у меня молоко, вот такое вот Green Ranch, фундук-шоколад. Ну, такое вот солнце и луна. Влажная туалетная бумага, влажные салфетки, абразивные салфетки, вот такие вот, шкуринг-пэдс, как будто шкура, шкуринг-пэдс. Heavy Duty, для пригоревших, засовших, сложных загрязнений. Тоже лимон-лун. Лимон-луна, что ли? Луна-литий-лимон. Так, ладно, крем-чокотет. Значит, это и палочки типа... Типа этих, как они называются? Типа нутелла, только не нутелла. Но по вкусу продлился минус один в один. Сейчас по акции по 20 рублей было вот такие вот чипсы были с красной рекоркой и по 22 рубля семга и сыр. Вот такие вот рекорочки-сухарики. А помните, как они раньше выглядели? Кто помнит, как раньше выглядели сухарики-прикорочки? А здесь я пила чай с лимоном. Здесь я в этом стакане ебила лекарства. Там, где пара моих наушников, телефон-запрещенка. Вот такой вот Best Brands Papia Deluxe бумажные полотенца. Бамбу-экстракт. Экстракт бамбу, как я так понимаю. Дальше смотрим, что еще? Вот такой арахис, хрустящие оболочки с сыром. Для меня такой очень умный взяла фисташки. Вот такие вот соленые две пачечки. Вот такой вот роллсы кислый. Раскрась свой день. Вот такие вот кисленькие. Как они называются? Боже, это желейки, блин. И куча, короче, вот этих вот писулек из фикс-прайса. Что тут у них есть, что тут у них нет. Добрый кола вот такая вот. Дальше Solar Power. Вот такой Energy Drink с витамином D. Вот дальше вот такой вот Fresh Bar. Magic Skills Color Fruits Sparkling. Это, в общем-то, не знаю, мне это напомнило Skittles и Skittles-трянку такого. В общем, посмотрим, что это из себя она будет представлять. А Дамир захотел вот такой вот Candy Punch. Посмотрите просто, она, у нее рука. У нее здесь рука. Вы только посмотрите на это. Она ест руку. Сумасшедшая единорожка. Вот. Сумасшедший зайчик, у которого, смотрите. У него триглазика. У зайчика триглазика. Привидение. Блин. На штамп на свечи. Всякие привидения. В общем, это прикольно. Вот тут варят колу. Вот такой вот. Драдуйте Heavy Metal. Вот. С косточкой. Вот такие вот зубки-глазки. Привидение. Такой вот мутный такой Каспер. В общем, как-то так. Вот такие покупки. Всем до новых встреч. Целую. Люблю. Я не знаю. Хорошо потрогать. Давай. До этого больше солнышка было. Уже вечереет солнышко. Прячется. Бунечка. Солнечные ванны у Бунечки. Да. Нравится выдающихся личностей побольше. Понял? Да. Да. Мы встаем еще. Молодец. Угу. Да. Да, да, да. Да, да, да. В этом году, да? Да. 19-18. Хочешь посмотреть? Одиннадцать. 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 Еще хотела рассказать про один канал. Девушку зовут Аня Вэлл. По крайней мере так подписана она на Ютуб канале. У нее. Я посмотрела огромное количество ее коротких роликов. И мне очень нравится. Все очень жизненно. И кулинария. И косметика. И прически. И спорт. И гульки. Мне безумно понравилось. Очень атмосферно. Очень тепло. Поютно. По домашнему. Такая своя девчанка. Еще не знаю кто такой же как и я. Но иногда когда раньше чаще. Сейчас стараюсь меньше об этом думать. Иногда когда я проходила мимо толпы людей. Которые смеялись. Мне казалось что они смеются с меня. И нечто подобное. Если кто-то смотрит. Все равно пристально кажется что он смотрит на тебя. Там осуждает за что-то и так далее. Потом я посмотрела ролик Ирины Кросс. Где она едет в автобусе. И у нее порваны колготы. И кажется что все на нее пялятся. На самом деле у каждого из этих людей. Свои мысли о своей жизни. И там было написано что запомнили. Люди думают не о тебе. Они думают о себе. На самом деле это так и есть. Потому что. Ну это нам так кажется. По крайней мере людям схожим со мной. Которые вот у них такие же мысли. Вот есть такой. Этот ролик на самом деле. Это. Спасибо ей большое. Потому что она просто озвучила. То о чем многие люди. Ну о чем многие люди так сказать. Выстрадали. И. Спасибо ей в общем. Ну и об этом задумывались. Но я думаю что. Я думаю что она многим помогла этим роликом. Прекратить наконец-то думать о том. Что все вокруг думают о тебе. И всем ты вокруг не нравишься. И все видят твои какие-то недостатки. И так далее. Объединивались только что с Мирычем и Володей. Видосами на Humor Folder. Humor Folder. Как-то так называется канал. Посмотрите там очень много смешных видосов. Но эти видосы просто вот и смех и грех. С одной стороны с другой. Там просто боль видеть это. И ты понимаешь что вроде бы и смешно. Но насколько больно этим людям. Они могли и счесать себе кожу. И сломать себе что-то. И сотрясение мозга могли получить при этом. Вспоминаешь как ты оказывался в подобных ситуациях. Это просто боль. Сейчас тоже просматривала свой ролик. По поводу того сколько было ситуаций. Где я могла я просто погибнуть. И просто Бог отвел. Еще были ситуации. Когда например папа у меня. Шел с работы. Например. Постоял пообщался со знакомой. Которая работала на рынке. Она ему говорит. Ну типа не уходи. Давай еще пообщаемся. Он говорит. Нет. Дед меня наторопиться. Он пошел домой. И в итоге было попадание в этот рынок. И эта женщина умерла. С которой он стал разговаривать. Вот поставил бы он с ней еще поговорю. Не было бы папы. И тоже была ситуация. Когда Володя работал. И он просто прилег отдохнуть на диван. Вот я не знаю. Там то ли в телефон втыкал. То ли что на работе. И значит. Или уснул. Я не помню. И в общем то попадание было в окно. То есть если бы он сидел. То ему бы просто осколками в голову попало бы. А так как он лег. Получается осколки все пролетели мимо него. Потому что диван был как раз у окна. И было попадание в мужчину. Который сидел за столом. Рядом с этим диваном. Вот. И то есть мужчина тоже не выжил. И вот таких подобных ситуаций. Было на самом деле. Огроменное просто количество. Мега важная информация. Которую я забыла упомянуть. Голуби скачут друг на друга. И веселятся. А еще они плещутся в воде. В огромной луже. И они потом очень хохлатые. И прикольные. Так как хохолок у них особенно на голове. И это здорово. Это замечательно. Но я не успела это все заснять. Долго копалась. А голуби были слишком быстрыми. Открытие сегодняшнего дня. Это безумно приятно. Когда люди переписываются под твоими видео в комментариях. Ну это для меня такая вот. Ну это не часто происходит на самом деле. Потому что у меня маленький канал. И на самом деле мне редко пишут комментарии. Но это всегда радует. Когда они просто мне их пишут. А когда прям люди переписываются между собой. У меня всего несколько видео на самом деле. Под которыми это происходит. Но это всегда приятно. Следующий момент о котором я хотела сказать. Это то что нас дважды чуть не загрызла собака на улице. Это просто капец. Я ненавижу доберманов. Потому что они часто сходят с ума. Вот. Я не спорю что есть доберманы с которыми это не происходит. Возможно это и так. Но к сожалению. Я знаю несколько случаев. Когда доберманы сходили с ума и начали загрызать своих собственных хозяев Я слышала о том, что эти собаки, они же выведены путем селекции и так далее И, в общем-то, их когда выводили, этих собак Там есть какое-то у них генное нарушение И в связи с этим они сходят с ума Там где-то на третьем году жизни плюс-минус вот такое слышала Хотя у глюкозы два добермана, да Просто у меня у знакомых есть у одних один доберман И у других два добермана И вот вторые знакомые, у которых два добермана Эти собаки накинулись на хозяина ни с того ни с сего Нет, он не был подвыпивший, от него не пахло передаром Не поднял на них руку и так далее Я достаточно часто слышу такую историю, поэтому я, если честно, не то чтобы я не люблю их Я их боюсь Еще я боюсь питбуля, потому что часто знаю, что питбули, если ошибиться с воспитанием Если, так сказать, не проявить достаточно строгости в процессе дрессировки Я знаю, что питбуль может перепутать, скажем так, роли Кто хозяин, кто послушаемый, так сказать, да И начать доминировать над хозяином В общем, я, честно, я боюсь Я даже маленьких собак боюсь, они так злобно гавкают порой И кажется, что они тебя сейчас загрызут Да ладно, в общем, у меня кот Следующий момент это то, что меня пугает Это то, что люди гуляют с большими собаками без поводков и без намордников И вот этот момент, когда на тебя летит здоровенная собака Точнее, порывается лететь И ее хватают вовремя за ошейник Ну, во-первых, неизвестно, насколько хорошо закреплен этот ошейник А во-вторых, где поводок, где намордник Ты гуляешь со здоровенной псиной И она вот так прямо срывается И начинает очень громко гавкать И вот так она прямо сцепляется с этого ошейника И мы решили с Демиром не идти мимо этой собаки Потому что реально было очково Мы не стали там проходить, мы просто развернулись, вернулись назад Это было возле китайской стены И это было дважды Это гуляет несколько человек Видимо, они то ли любят прибухнуть, то ли что Потому что я их часто вижу таких вот в кумаре на парапете У китайской стены такие вот Сидят и как будто, я не знаю Терегара не чувствую У меня вообще нюх, как у собаки И уши у меня, как у этого большого уха из мультика Мои медузы, мои медузы В общем, из этого мультика У меня офигенный слух, у меня офигенный нюх Вот, мистер слух и мистер нюх Это все Значит, и дело все в чем? Дело все, блин, в том, что Эти хозяева, эти несколько человек У них одна собака чуть поменьше Терегара прям срывается кусаться И честно, уже дважды была ситуация Когда нам пришлось просто развернуться От китайской стены Развернуться обратно С места, где вот речка Мы разворачивались и шли вот так вот через город Возвращаемся мы таки через город на второй раз И видим, что в городе бегает куча крыс Я не знала, что в находке такое количество крыс Это просто какой-то капец Эти крысы, они бегают вдоль китайской стены Только не с той стороны, где речка А с другой стороны, где город, где дорога И, значит, они бегают вдоль вот этих всех магазинчиков И там вот мусорники стоят И там вот, если посмотреть за мусорником Там есть дырки, как будто норка И, короче, они туда лезут Эти крысы в эти дырки, в эти норки Мне так стрёмно стало Их столько по городу Это просто какой-то ужас Проснулись комары Уже как месяц, наверное, полтора Они как начали просыпаться Но последнюю неделю Они буквально атакуют нас Вот Не понимаю, что, как говорила Уже мы живём как раз-таки Возле речки Помимо того, что у нас здесь есть У нас тут рядом море, пляж У нас здесь речка И у нас здесь озеро И всё это рядышком с домом Поэтому логично, что у нас здесь комарьё Помимо того, какая у нас здесь влажность Я когда жила в Донецке Я жила недалеко от реки Кальмус И там, получается, все места, в которых есть тень Там комаров вот так вот просто летают, кишат А там, где солнце, там нет комаров Ну, а так как мы жили вот в такой вот влажной среде Вот как раз-таки в этой тени, да Там было очень много комаров Ну, вот Что ещё хотела рассказать? Доми наконец-то закончил свою учёбу Ну, у него остался Сейчас он находится на итоговом экзамене по английскому И на контрольном чтении Послезавтра у него будет тестирование То есть они будут рассказывать About me and my day То есть они будут рассказывать тексты на эту тему То есть о себе и о своём дне И отвечать на вопросы Почему-то учительницы называют это топики Вот у них шесть топиков И Они должны выучить и рассказать Дальше что? Дальше что? В четверг у них будут занятия в школе Последний день В пятницу уже не будет занятий И завтра у них тоже не будет занятий в школе Потому что в школе экзамены Но при этом сегодня прошла торжественная линейка Включение грамот Вернули дневники с итоговыми оценками и так далее И тому подобное А потом это странно на самом деле Кстати, мы каждый год получали табеля Что странно, например, я не знаю в России вообще это происходит или нет Но мы не получали вот эти вот распечаточки Писулечки, дневник Мы, ну как бы нам давали наши оценки За первую, вторую, третью, четвертую четверть Но конкретные итоговые оценки Мы всегда получали в табелях Нам выдавали табель В котором стояли предметы и оценки Это отдельный такой вот листочек Немножечко меньше тетрадки Немножечко уже тетрадки, скажем так И там стоят все итоговые оценки Здесь такого не происходит почему-то Вот, кстати, только вспомнила об этом В общем-то как-то так Вот такие вот пироги Вот такая вот история Получилось заказ сегодня из Валбуриса Сейчас покажу Здесь замечательнейшие трусики Это бесшовные, очень красивые, нежнейшие трусики Вот таких вот цветов, как я показала Здесь их 7 штук И у них на попе такая вот волнушечка Вот так вот идет прям Именно на попе, спереди нет На попе Это так красиво Я не буду показывать свое белье Просто показала вот И это очень красиво Очень красиво Я их еще не мерила Вот Ну потому что я не хочу их одевать с пачки Мало ли кто их трогал на заводе и так далее Вот Сначала я их отправлю туда Вместо сушильно-стиральные Вот А потом уже буду надевать Вот так вот Там еще очень много всего идет Там и духи идут И еще нижнее белье идет И книги идут И там для ванны всякие приблуды Очень много всего заказывала Все идет-идет-идет потихонечку на Валбурисе В общем-то как-то так Это все, наверное, что я хотела на данный момент сказать Вам спасибо большое за внимание До новых встреч Целую, люблю Вот Ее, на забаром засеянемся В общем-то на забаром засеянемся В общем-то на забаром засеянемся Я вот в такой вот яркой Замечательной Такой вот Копточке сегодня Вот Несмотря на это У него сегодня итоговая контрольная работа По английскому И еще устная контрольная работа Контроль чтения там устный, да Он будет в четверг Тоже по-английскому Что они будут делать в школе Я не знаю Вот Дни будут, дни не знаю Зашла в магазин Значит, у нас уже началось празднование Окончание Адамировой учебы Я к вам сегодня ненадолго У меня сегодня очень много дел И у меня в последние несколько дней Ужасно болит голова Вот Не знаю Там какие-нибудь магнитные бури Там, я не знаю Солнце в чем-то там Вот Еще какие-то катаклизмы случились Вот Матка не пришла Матка не пришла Матка не пришла Вот Не знаю Поэтому ужасно у меня болит голова Прям в ушах фонит Возможно, это А последствия того, что Когда мы ездили в субботу Отдыхать на турбазу Вот эту Скорее всего Просто продуло И поэтому я все так чувствую Я еще и кашляю Я и так приболевшая была А то, короче, из-за того, чтобы Окончательно выздороветь Я просто добавила, скажем так У меня без ума тут Футболочки Вот Кофточки, она очень красивая Вот Выбирал Володь Какой-то Он говорит О, какие красивые рубашки Кофточки-то выбрала Я говорю Подождите Он такой Ну что Говорит Ты же могла не брать Не выбирать из этого Я говорю Мне они тоже понравились Он показал Я тоже понравилась Ему понравились Ему понравились Замечательно Когда жена В том, что понравилось Мужу ходит Мы на этом сошлись Никакого препятствия Скажем так не было Мы на этом сошлись Мне тоже эти вещи понравились Ладно, слишком много разговоров Мы начали уже отмечать Вчера вы видели Мой заказ Пицца-проста И мой заказ Из ресторана Токио Сегодня покажу что еще купила в магазине. Вот такого хита. Это Домир очень любит его. Молоко для кофеечка. Такая история. Здесь два дрожженких капучино. Здесь у нас пять трубочек вот таких вот со сгущенкой. Вот такой вот баркорнлайн. Зерновый батончик с кокосом. Я помню в свое время была история, когда в автомате были эти батончики с кокосом. И тут Домир тоже захотел. Я себе взяла, получается. И Домир тоже захотел. А следующий батончик был вот в этом автомате, да, с малиной. И еще следующий с кокосом. И, значит, там не работала вот эта история в плане того, чтобы расплатиться картой. Можно было расплатиться только мелочью. Но так как мне тоже хотелось перекусить, в общем, я отдала Домиру свой батончик с кокосом, а себе взяла с малиной. На еще батончик один с кокосом. У меня уже не хватало этой мелочухи. Вот, я еще купить взяла. Не работала вот эта штука, где надо расплачиваться картой почему-то. Ну, и, в общем-то, как сказать. В общем, мне тогда достался батончик с малиной. Ну, потому что Домир любит кокосом. Он захотел сильно. Вот. И я, в общем-то, ему уступила, дитя мое все-таки, как иначе-то, вот. И, значит, и тут вдруг я смотрю, в магазине таки с кокосом появились батончики. Я вот не помню, с того момента попробовала я или нет все-таки с кокосом батончик. Но если нет, сегодня у меня наконец-то появится такая возможность попробовать с кокосом. Я сейчас взяла флэш и Дамиру взяла вот эти вот орешки, которые он так видит веселье. Все. Это все покупки на сегодня. Я запрещенку показывать не буду, лекарства показывать не буду. Все. Целую, люблю, губать, до новых встреч, до новых еда. Па-па, и на хосе будут добрые. А мы будем отмечать сегодня вот праздник Дамира. Вот так. И у нас еще будет один день, когда мы еще все вместе поедем, когда уже полностью вся учеба закончится. Не только, как бы, будет торжественная линейка, когда все-все-все учебы закончатся, мы поедем гулять. Обязательно возьмем вас с собой. Частично, естественно. Естественно, все я показывать не буду, но частично что-то как-то... О! О, вот оно что, Михалыч! Господи, да дай! Я поняла, как разбегать на своем штативе вот эти лапки! А! Боже, наконец-то! Вот так я хочу. Вот так. Нет, вот так хочу. Нет, не так я хочу. Все, теперь, короче, они совсем раскладываются. Я не догоняю теперь как-то. О! Все, есть. Готово! Пошел коннект. Пошла система. Все, вот так. Вот так замечательно. Вот так шикарно. Короче, я вам, короче, дело к ночь. Вот так. Все, супер. Мне нравится все. Я до меня... Спустя год практически до меня наконец-то дошло, как эти лапки делать шире и уже не просто вот руками, а как это можно закрепить на штативе. Пипец. Все. В общем, сегодня у меня наконец-то появится возможность попробовать бутончик с кокосом. Я взяла два. Один себя, один Дамиру. Вот. Почему так? Потому что Владимир в отъезде. Вот. Владимир в отъезде. Поэтому мы, к сожалению, не можем сделать так, что... То есть я же не могу, то есть у ребенка в праздник оставить его незамеченным. Поэтому мы чисто символически посидели, посидим с Дамирчиком вдвоем. А когда Владимир приедет, мы будем отмечать уже все вместе, феерично. Куда-то выйдем, что-то вкусненького закажем. В общем, будем прям отмечать. Вот. Потому что ждать столько времени, пока Владимир приедет, конечно же, ну, ребенок... Ну, как это? Оставить без внимания его праздник. Ну, это как день рождения, да? Когда ты собираешься феерично отмечать его с друзьями, но при этом немножко сидишь с роднёй, да? В сам день, когда у тебя днюха. А в другой день уже отмечаешься с друзьями. Вот как-то так. Потому что, ну, нельзя не оставить этот день без внимания. Поэтому мы пока вот чисто символически посидим вместе, а потом уже поедем гулять.